В Новый год без долгов. Во Владимирском филиале «Энергосбыт плюс» подвели итоги новогодней акции, которая была запущена в начале декабря. Принять участие и стать претендентом на приз мог каждый клиент компании. Для этого необходимо было оплатить за должность, если она имелась, а также счета по квитанциям до конца 2020 года. Поучаствовать в акции и побороться за подарки пожелали более 65 тысяч человек из 11 муниципальных образований. В декабре прошлого года мы получили платежи в счет этой акции на сумму свыше 33 миллионов рублей. То есть это чуть меньше, чем было в декабре 2012 года. И это связано с ситуацией, которая складывается у нас в регионе, экономической и прочее. Но тем не менее активность населения была достаточно высокая. И мы надеемся, что клиенты в дальнейшем будут поддерживать наши акции. Победители акции определялись случайным образом. Специальная программа выдала рандомные номера лицевых счетов абонентов. Счастливчиков оказалось 160. Среди призов сертификаты в магазины бытовой техники и гипермаркеты. Их стоимость варьируется от 500 до 3000 рублей. В числе победителей оказалась и корреспондент 6 канала. Екатерина Филиппова говорит, когда увидела свой адрес на табло, не поверила глазам. На самом деле я не ожидала, что вижу свой адрес в списке выигравших. И вот приз достался. Поэтому я передам его дедушке, который оплачивал свои квитанции. Пусть тратит на необходимые ему предметы. Что дедушке нужно? Ой, на самом деле, не знаю, мне кажется, какая-нибудь кухонная утварь его порадует. Информация об остальных победителях сегодня появится на сайте компании «Энергосбытплюс». А в течение недели энергетики лично сообщат клиентам о выигрыше. Ресурсоснабжающая организация поздравляет всех участников и напоминает, что квитанции за электроэнергию необходимо оплачивать своевременно. Алексей Дудин, Екатерина Филиппова, Артём Михалюта, 6 канал.